Привет, друзья! С вами Виталий. Если вы со мной не знакомы, я рад с вами познакомиться. Сегодня я в первую очередь в этом году буду уделять внимание понятию результат, как его достигать, почему мы не достигаем, какие ошибки, как более эффективно достигать и так далее. Сегодня первый ролик, я хотел посетить понятию результат в отношении другого понятия, очень важного, понятия цель. Очень часто, как я могу наблюдать на ютубе, на видеороликах, бизнес-школы, там мотивационные спикеры, мужчины, парни, девчата путают или ставят знак равенства между понятием цель и понятием результат. Сегодня я хотел свою небольшую схему проиллюстрировать, сказать вам, в чем здесь главная фишка. Потому что я проповедую, скажем так, правильную трактовку понятий, чтобы они находили свое место в вашем сознании, в моем сознании. И затем, когда вы обращаетесь к этим понятиям, они, соответственно, выполняли ту функцию, на которой на них и возложено. А не мешали другим понятиям. Не вмешивались, не мешали друг другу. И тогда вы будете эффективно задать вопросы, получать ответы правильные, соответственно, принимать верные решения и достигать высоких результатов. Так вот, на что я хотел обратить ваше внимание сегодня. Вот здесь я небольшой такой график нарисовал, подготовил, нарисовал два вектора. На одном векторе я здесь указываю, на одном векторе у нас лежат задачи на вертикальном, да. А на горизонтальном я написал, что у нас находятся цели. Так вот, в этом случае я показываю, что результат находится вот здесь, между целями и задачами. То есть, результат это совокупность, совокупность, понимаете, совокупность выполнения задач определенных и исполнения движения какой-то цели. Так вот, обычно, обычно часто эти материалы, эти материалы, эти ресурсы здесь путают или не учитывают результат. То есть, когда говорят, я поставил перед собой цель заработать полтора миллиона рублей. Нет, ребята, такую цель ставить не надо. Я вам не рекомендую ставить такую цель, потому что вы будете ее опять замечать словом, слово результат. Вы опять будете говорить, это мой результат. Нет, цель, вот смотрите, здесь я нарисовал специально, BMW написал, BMW и написал полтора миллиона рублей. Вот, допустим, полтора миллиона, да. Вот это замещение друг друга, видите, они будут друг другу противоречить. Вот поэтому, вот здесь полтора миллиона писать не надо. Не надо писать здесь полтора миллиона, здесь надо писать. Просто я поставил перед собой цель приобрести автомобиль BMW. Я поставил перед собой цель приобрести смартфон, айфон там, да. Я поставил перед собой цель построить новый склад. Я поставил перед собой цель открыть новый филиал. Я поставил перед собой цель осязаемую, ощущаемую. В ней имеются совершенно определенные физические параметры, измеряемые какие-то стандарты, какие-то критерии. И эти критерии, они находятся в пространстве. То есть этот вектор у нас пространственный. И в этом пространстве находится ваша цель. Это важно. А результат находится вот здесь, в результате. Вы и будете писать свои миллионы. То есть у меня результат будет здесь. Вот для того, чтобы мне эту цель достичь, мне необходимо полтора миллиона рублей заработать. Для приобретения автомобиля BMW. Или для того, чтобы построить офис, или построить магазин. Магазин – это цель, офис – это тоже цель. А результат находится вот в этом графике. Вот здесь он находится. Так вот, чтобы нам получить результат, нам необходимо по вектору задач выполнять определенные действия. И вот здесь мы пишем этот самый дедлайн, о котором часто мы говорим. Дедлайн, да? Дедлайн, дедлайн, дедлайн. То есть ограничение во времени. Вот здесь дедлайн и будет. И в этом векторе очень много действий надо произойти. То есть план составили, написали конкретные действия, кто их будет выполнять. То есть это большой, большой здесь целый спектр задач. Во времени расписываем все это. Вот тогда, когда мы учитываем все, вот это совокупное движение сюда и совокупное движение здесь получаем. И тогда получаем мы какой-то результат. Вот этот результат будет у нас такой, допустим, 500 тысяч рублей. Вот у нас результат. Мы достигли результата 500 тысяч рублей. Вот написали на 500 тысяч рублей результат. То есть мы на этот результат приобрести автомобиль, построить офис или арендовать там помещение какое-то, новый офис открыть. Мы не можем, правильно? Не можем это сделать. Но это результат, он и есть результат. Правильно? Мы не достигли цели. И дальше мы будем рассматривать эти вопросы. Какая здесь интересная зависимость существует. Поэтому, друзья, сегодня я коротко хотел именно сказать о том, что, поставить акцент на том, что понятие цель, результат и задачи лежат в таких векторах. Так, друзья, спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, лайкайте. Обращайтесь с вопросами. Было бы интересно услышать ваши истории какие-то по поводу результатов и целей, как вы это видите. Потому что мне конкретно не хватает каких-то примеров истории на чем-то разобрать предметно. И показать именно эффективность моей модели. Показать эффективность своей модели мне бы хотелось проиллюстрировать какими-то историями. Важные истории такие какие-то разобрать. То есть я бы посмотрел вашу ситуацию, разобрал и какие-то рекомендации дал. И мог бы вот здесь эту историю применить, показать и разобрать на ней, где, что, какая проблема существует. Почему мы не достигаем цели. Или почему у нас не запланированный результат получился. Спасибо вам за внимание. Пока. С вами был я, Виталий. Продолжение следует.